Здравствуйте! С вами семейный телепроект «Ладушки». Когда ваш малыш рождается, он знакомится не только со своими родителями, но и с миллионами бактерий и вирусов, которые живут вокруг. Как уберечь свое чадо от них? Об этом мы и поговорим сегодня. Ребенок получает защиту при рождении от мамы в виде материнских антител ко многим инфекциям. Они защищают его в первые месяцы жизни. Но, к сожалению, постепенно исчезают, и ребенок должен сам научиться защищаться от вирусов и бактерий. Долгое время человек не знал, как бороться с опасными заболеваниями. Лишь в 1796 году впервые английский аптекарь и хирург Дженнер обнаружил, что если человеку привить коровью оспу, которая не является опасным для людей заболеванием, то человеческой оспой он не заразится. Но приготовить полноценные препараты для прививок удалось лишь 100 лет спустя. В 1881 году французский микробиолог Луи Пастер создал прививку против сибирской язвы, а 4 года спустя – против бешенства. Именно он предложил называть такие препараты вакцинами. В России же вакцинация появилась при Екатерине II, которая и стала первой из русских, кому сделали прививку. Сразу после разработки первой вакцины появилось движение антивакцинаторов, оспаривающих, эффективность и безопасность прививок. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по-вашему делать прививки ребенку безопасно? Здравствуйте! Нет, не безопасно. Почему? У ребенка должен быть свой естественный иммунитет, который защитит его организм. У меня просто своя история прививок. Старшая дочка, у нее небольшая неврология была, и после прививок она устраивает. Усугублялась. Поэтому, когда родилась вторая дочка, я уже испугалась ей делать полную прививку. Допустим, все боятся прививку АКДС. Вот, поэтому я напросилась, попросилась, и нам сделали АДС. Прививки все делаем, все вовремя. Ну, как бы, прививку вовремя, если делаешь. Если ребенок не болеет, ты сама знаешь, когда у тебя ребенок не болеет. Ты идешь именно в это время. А если ребенок болеет, конечно, там будут какие-то осложнения. Я считаю, обязательно. Обязательно. Только врачи, я думаю, врачи должны, конечно, на себя ответственность больше убрать. Риск от прививок меньше, чем риск без прививок. То есть, ну, лучше обезопаситься лишний раз. Если есть такая возможность, почему нет? Раньше делали ведь всем. Нам делали. Нормально? Мы же живем. Ну, мы делали, если честно, платные прививки. Как бы, я не знаю, вот слышала, что бесплатные, да, есть побочка. А как бы импортные, вот, к ним больше доверия. Здравствуйте, Гульнара Расуливна. Мы сегодня пришли к вам, чтобы поговорить о большой и насущной теме – это вакцинация детей. Сейчас в интернете очень много информации о вреде и побочных действиях прививок, о том, что в нашу страну поступает много некачественных вакцин. Поэтому страх родителей оправдан. И первый вопрос, который я хотела бы с вами обсудить – это действительно ли существуют эти самые побочные эффекты и может ли нанести какая-либо прививка вред ребенку? Добрый день, Юлия. Очень приятно, что эта тема затрагивается и на уровне средств массовой информации. Естественно, осложнение от прививки, как от прибората любого побочного есть, но последствия от инфекционного заболевания у непривитого ребенка гораздо больше, чем реакция на вакцину как лекарственный препарат. И, к сожалению, к моему как специалиста, информация о побочных эффектах на прививку все чаще и чаще попадает в интернет, муссируется, раздувается средствами массовой информации. В то время как случаи, скажем так, всемирно известные, которые описаны в произведениях Чехова-Достоевского, о том, что мы увидели такие заболевания, как дифтерия, корь, это не такие доступные и в плане доказательной, и в плане поисковой информации. А что вы скажете насчет поступления некачественных вакцин? В этом вопросе я склоняюсь к тому, что у нас есть строгая система качества проверки, как на уровне производства вакцин отечественных, так и проверки поступающих в оборот вакцин за рубежа. И эти препараты, они проходят такую же проверку, как, скажем так, продукты детского питания. И в этом плане отчасти государства ведется очень строгий и четкий контроль. Если мы узнаем, не дай бог, о случае, например, некачественной, либо бракованной партии вакцины, естественно, все дозы до доставки их до пациента отзываются. Всегда перед тем, как сделать прививкой, вы имеете право у прививочной медсестры, либо у доктора спросить, показать ампулу. На ней мы всегда проверяем срок годности, серию, совпадает ли это с документом. То есть обязательно обезопасить сами себя в этом плане и в этом плане работники учреждений, то есть прививочные медсестры, врачи, они четко знают план действий. А вообще есть ли смысл делать прививку, если нет эпидемии заболевания? Мы добились таких успехов в борьбе с тяжелыми инфекционными заболеваниями благодаря тому, что планово пришли к массовой иммунизации. Поэтому очень важно, мы как раз идем к тому, что мы будем сейчас побеждать определенные массовые инфекции, массовой иммунизации. Этот путь только начался национальному календарю прививок, как в нашей стране, так и в странах, например, зарубежья, не так много лет. Но, согласитесь, результаты, которые есть, то снижается риск эпидемии, снижается заболеваемость от многих инфекционных заболеваний, которые могут дать серьезные осложнения. Можно ли себя успокоить тем, что эпидемии сейчас нет, делать не буду? Да, победили с помощью прививок, но победили, эпидемии нет. Зачем же тогда делать, как бы подвергать ребенка какому-то риску? Вы в любом случае остаетесь в риске, не иммунизировав своего ребенка среди иммунизированного населения. Вы в этом плане, вообще в смысле вакцинации, даже в большем риске. Потому что если какая-то инфекция, которая возникнет в этой группе населения, не которая ликвидирована, допустим, там их всего несколько, а которая в нацкалендаре прививок, но вы же уже выбрали не вакцинировать ребенка, то ваш ребенок будет самый, в общем-то, необезопасенный в этом плане ребенок. То есть он может подхватить от привитых детей? Да, потому что привитые дети, вакцина это либо убитый микроорганизм, либо ослабленный. И очень часто как отечественные, так и зарубежные вакцины содержат компоненты именно ослабленных вакцин. Это та же инфекция, которая находится внутри организма. Но вакцинированный ребенок иммунитет образует против этой инфекции, а ваш ребенок не сможет. Поэтому рекомендуется тем родителям, которые приняли решение не прививать своих детей, не посещать активные места общественного скопления людей. Детские дошкольные учреждения для такого ребенка тоже будут оставаться, ну, скажем так, зоной риска. Да, потому что это будет для этого ребенка лишний фактор заразиться какой-то инфекцией, от которого были привиты остальные дети. Насколько я знаю, вакцины, они действуют все-таки ограниченное какое-то количество лет. Я подготовила специально для вас календарь национальный прививок, в котором все основные вакцинации проводятся до года. Ну, если ребенок здоров, принято решение родителями положительное, и если мы вакцинировали. А следующая уже, это называется ревакцинация, то есть повторная иммунизация той же болезни, инфекции, которая была проведена. Как правило, следующие уже вакцинации проводятся в более взрослом периоде для закрепления результата, и они также есть и во взрослом возрасте, как вы видите. То есть это и 6 лет, и 14 лет, и 7 лет. Действительно ли прививки истощают иммунную систему? Иммунитет – это такая структура организма, которая работает на накопление, скажем так. То есть как раз-таки она, приобретая дополнительные антитела в защиту, будет только расти и укрепляться, и возможность впоследствии защититься, чем тот организм, который растили, но вакцинами, ну, как вы говорите в кавычках, не ослабляли. Вакцины, они направлены на то, что они, существующий иммунитет, укрепляют определенными антителами именно от этих инфекций. Не у всех же родителей есть доступ к специальной литературе. То есть не всегда встречаешь родителей, которые интересуются именно журналами, которые публикуют последние сведения. Мы достаем информацию из интернета и очень часто принимаем ее как данность. Защищают ли прививки на все 100% от заболевания? С помощью вакцин мы создаем прочный и длительный иммунитет от определенного заболевания. При этом помня, что у нас есть риск осложнений, есть риск летального исхода. Но также зная, что вакцинация и иммунизация – это 99% защиты иммунизированного правильно и подходящего к иммунизации ребенка. Ребенок должен быть соматически здоров. Родители должны его как минимум за 2 недели оградить от большого скопления, от большого количества людей. Если ребенок находится на грудном вскармливании, маме рекомендуется не добавлять каких-то новых продуктов в рацион питания ребенку, которые могут вызвать аллергию – цитрусовый, шоколад, какие-то виды фруктов. У нас обязательно должен быть осмотр неврологом, педиатром до прививки. Изданы анализы. Ребенок должен быть здоров. Ребенка не должна беспокоить температуру. Если ребенок капризный или не очень спокойно себя ведет, мы должны отсрочить введение и начало вакцинации. К особой группе детей относятся дети с аллергическими заболеваниями и дети с определенными хроническими заболеваниями. Для них тоже существует определенная подготовка. Это прием антигистаминных препаратов за 3-5 дней до прививки, предупреждение возможных побочных реакций в виде повышения температуры, рекомендации приема жаропонижающих препаратов после введения вакцины. Если ребенка вакцинировали, первые полчаса-час ребенок должен оставаться в учреждении, в привычном кабинете, у педиатра, в поликлинике, чтобы мы понимали моментальную реакцию на вакцину, исключили анофилактический шок и прочие экстренные реакции, неотложные, которые требуют срочного вмешательства. Но по возвращению домой, в этот же день, на следующий день, если хоть какая-то реакция была, педиатр должен знать в любом случае, даже если это те, которые могут быть повышение температуры, какие-то аллергические состояния, обострившиеся при любом раскладе вне срока 3-5 дней. У нас абсолютными противопоказаниями к введению вакцин и к проведению иммунизации являются иммунодефицит и онкологическое заболевание какое-то, которое есть у ребенка. Поэтому нам важно понимать, что любое хроническое заболевание, что любое заболевание ребенка, которое мы можем перевести в ремиссию, должно быть. Ребенок должен быть вакцинирован, и он будет защищен как раз-таки ребенок, который больше всего подвержен по своему основному заболеванию, вот этим серьезным инфекционным заболеваниям. Могут ли в детском дошкольном учреждении отказать в приеме ребенка, если у него отсутствует вакцинация? Родителям или законным представителям ребенка может быть отказано поступление ребенка в детское дошкольное учреждение только при отсутствии места в самом учреждении. Здесь мы можем, скажем так, опираться на федеральный закон 157-й об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, в котором четко прописано и функция государства в плане защиты иммунизированных детей, и права и обязанности родителей, которые от этих прививок отказываются. Насколько мне известно, многие родители говорят о том, что платные вакцины переносятся гораздо легче, чем бесплатные. Правда ли это? Вакцины, которые привозятся к нам из-за рубежа, они абсолютно такие же, как и наши российские вакцины по качеству, по безопасности, по переносимости. Есть ли какой-то плюс в том, что родители обращаются все-таки для вакцинации своих детей именно в платные клиники? Плюс в том, что, как правило, сейчас в платных клиниках и в частных медицинских центрах, учреждениях мы имеем больше времени на прием пациента. В этом большой плюс в плане осмотра перед прививкой, в плане ответов на вопросы родительных, в плане бесед, обсуждения плюсов и минусов определенных вакцинных препаратов. И я думаю, что это уже вопросы, наверное, больше к системе и тому, что мы в пределах госклиники ограничены определенными стандартами и ограничены по времени. Призываю всех принимать правильное решение. Ну и если вы приняли решение о том, прививаться вам или не прививаться, чтобы это решение было обосновано и чтобы вы сами несли ответственность до конца за свой выбор. Мы приняли с мужем такое решение не делать прививки, потому что уже на тот момент, когда мы создали семью, мы уже ознакомились с информацией в интернете, в частности, о вреде прививок. На меня очень сильно повлиял призыв Галины Петровны Червонской. Она врач-вирусолог, она всю жизнь проработала в этой стихии, поэтому не верить ей я просто не могла. Вакцина полезна только в том случае, если в стране официально названа стадия эпидемии вируса. Тогда только нужно прививаться и то задуматься, надо ли это вообще. Безусловно, все болезни, от которых прививают наших детей, они очень опасны. Это отрицать нельзя, и это тоже было изучено мной и моим мужем. Но также нужно говорить о составе прививок. Там содержится очень много вредных веществ. Это соли ртути, так называемый тимиросол. Соль ртути, которая превышает в 20 раз саму ртуть по опасности, по концентрации. Также в составе прививки есть формальдегид и также имеется алюминий. Это все является тяжелыми металлами, которые остаются в организме детей. Многие дети страдают аутизмом, а это уже не секрет, что в данный момент, в наше настоящее время, больных деток аутизмом становится все больше и больше. И это уже замалчивать просто нельзя. Как работает такая сложная система, как иммунная система, до сих пор до конца не изучена. И поэтому, конечно же, со стороны официальной медицины и со стороны гомеопатов идут споры, идет, можно сказать, война, кто кого переубедит о пользе вакцинации. Иммунная система есть естественная. Это когда ребенок рождается, получает с грудным молоком матерь антитела. Он в это время, в период грудного вскармливания, не подвержен вредным микробам. И поэтому его иммунитет развивается правильно по природе. Он прокачивается, можно сказать. Но если ввести вакцину, то иммунитет может дать сбой. Поэтому все-таки я считаю, что нужно развивать естественный иммунитет. Что мы и делаем. За все время, которое прошло, почти 2,5 года, я могу точно сказать, что я сделала правильный выбор. Ребенок у меня на самом деле отличается. Мы не делали ни одной прививки даже в роддоме. Даже БЦЖ. Даже БЦЖ, да. Он у меня не болеет. Была температура, когда у нас клыки выходили, это где-то полтора года. Вот первая температура полтора года. Сопли три раза, наверное, были. Кашля в этом году, ну не так сильно. То есть мы быстро это вылечили. У нас каждый день и зимой открыты окна. Мы всегда проветриваем. У нас дома не так жарко. И поэтому я могу сказать, что ребенок, он закаленный. Даже если мы где-то в таких вот ситуациях оказываемся на улице, когда пошел резко дождь или холодно, там замерз на улице, с бабушкой ходил, мокрый пришел. Он не болеет. Даже после таких вот прогулок. Ребенок на самом деле отличается от детей привитых. Пусть не обижаются мои знакомые, но я вижу, как болеют их дети. Постоянно кашлят, постоянно соплят, постоянно температурят. Каждый родитель сам должен принимать решение не по указке свыше официальной медицины, не по угрозе того, что ребенка не возьмут просто в садик. Или, как, например, мне сказала невролог, вот вас в садик не возьмут, да еще ваш ребенок будет подвержен полиэмилиту. Потому что детки привитые, они в течение двух месяцев скалом выделяют вот эти вот вещества. Но я даже готова ребенка изъять в садик на два месяца. Хотя моя родственница, она тоже не делала прививки своему ребенку, она спокойно водит своего ребенка в садик. даже когда делают прививки, их предупреждают. Но она не боится. В Кирове есть такой врач, Михаил Сватовский. Он как раз-таки по личной инициативе провел исследование здоровья детей при поддержке департамента образования своей области. И он пришел к выводу, что многие дети, большинство, страдают от гиперактивности, плохой у детей сон. Они неусидчивы, плохо запоминают информацию. Идет интоксикация тяжелыми металлами. Откуда произошла эта интоксикация? Это как раз-таки поголовная вакцинация. Если ребенок получил полный список прививок по календарю, то у него идут как раз-таки все эти симптомы. Наверное, нужно официальной медицине задуматься о том, что все-таки что-то делается неправильно. Нужно пересмотреть календарь прививок и его сократить. Сейчас уже миновали некоторые эпидемии, некоторых инфекций. Вот я знаю, что даже после гепатита B прививки очень болеют часто дети именно по желудочно-кишечному тракту. Их выписывают с золотистым стафилококком. Официально медицина пропагандирует поголовную вакцинацию. Конечно же, они получают от фармацевтических компаний очень хорошие деньги. И это на законодательном уровне уже пролоббировалось. И мы с этим уже ничего не можем поделать. Фармацевтические компании выделяют огромные деньги на пропаганду вакцинации. Все хотят вкусно покушать. Кто-то боится за свое место, потому что, мне кажется, все-таки так же, как и в коммерции, за этим очень строго следят по показателям. Если родители юридически неграмотные, то им становится очень тяжело в этой ситуации. Потому что они не могут апеллировать нужные законы, по какой причине они не могут отказать ребенку в посещении садика. Хочу призвать просто всех родителей, чтобы они повышали свою юридическую грамотность и могли достойно дать ответ. Нужно полностью проверять ребенка, если мы решились вакцинировать. Проверять динамику, сдавать ему на грамму. Это очень большая работа. Конечно же, на это не выделяется достаточно денег, чтобы каждого ребенка осматривали досконально. Каждому ребенку в основном уделяют 5 минут на приеме. О качестве медицинского обслуживания говорить нельзя. На сегодня все. Если у вас остались вопросы, предложения или пожелания, вы можете присылать их на наш электронный ящик или оставлять в официальной группе ВКонтакте. Помните, только вы несете ответственность за своего ребенка. Если он здоров и счастлив, это ваша заслуга. Редактор субтитров А.Семкин